Неурегулированность, неясность, отсутствие каких-либо подвижек с политической точки зрения, да, действительно влияют на стабильность, на перспективу бизнеса. Бизнес не чувствует себя очень комфортно, когда существуют определенные дискуссии или проблемы. Но то, что я вас могу уверить, что Кишнев предпринимал и будет предпринимать все необходимые действия для того, чтобы неурегулированность преднестровской проблемы не налагалась каким-то временем на экономических агентов. Скажем так, что, конечно же, влияет. Потому что это тоже, я бы сказал, что мы достигли до сих пор. Мы достигли, что есть рамки для торговли. Мы видим, что большинство преднестровского экспорта пройдет или на правый берег Днестра, или в Европейском Союзе. И это высококачественный экспорт. Но я думаю, что на репутационном уровне, на другом, конечно, для экспортера, для клиента, тот факт, что существует нерешаемый конфликт, ну, конечно, это влияет. Это влияет психологически, если ничего другого. Но для нас, для Европейского Союза, очень важно, что мы можем показать именно уже сейчас, что наши договоры, что наш рынок являются возможностями. И, конечно, даже если там мы не хотим политизировать торговые отношения, и нельзя политизировать эти торговые отношения, можно, конечно, сказать, что я уверен, что если мы двигаемся реально, с помощью формата 5 плюс 2, в ситуации, где решение найдется в рамках международных принципов, уважая территориальные ценности и суверенитета Республики Молдова, с специальным статусом для Приднестровья. Но я уверен, что из этого выиграют и правый берег, и Приднестровье. И что эти экономические и социальные возможности для людей растут довольно значительно. Решение политических вопросов позволило бы снять очень много спекуляций с точки зрения контрабанды, с точки зрения отмывания денег, с точки зрения криминальных каких-то сфер, которые из-за неурегулированности конфликта, к сожалению, имеют прямое отношение к Приднестровской проблематике. И в случае, если нам это удастся, то это будет еще одним дополнительным стимулом для развития бизнеса, для снятия преград между берегами, снятия барьеров искусственно установленных и одновременно принесет с собой и рост ВВП, и рост зарплат, и рост благосостояния всего населения вне зависимости на левом или на правом берегу Днестра. К сожалению, как путь наших товаров на зарубежные рынки, так и путь зарубежных товаров на Приднестровский рынок, он оказывается достаточно сильно обусловлен, взаимоувязан с той политконъюнктурой, которая действует и которая применяется в отношении наших предприятий. На мой взгляд, вот в решении...